Ребят, привет! Вы находитесь на канале Луна Байк и сегодня будет короткое и печальное видео. Я такая минутка грусти на YouTube. Я сломал раму своего футбайка вот в этом месте, трещина почти по всей окружности. Как и при каких обстоятельствах это произошло, я не могу сказать, потому что даже не знаю, когда это произошло. Но давайте по порядку. Рама у меня Sarma Foco, первая версия, размер L, в использовании почти год, пробег 1725 км. Скорее всего, рама сломалась уже с наступлением холодов и, возможно, даже уже в этом году. Потому что летом я использую дроппер вместо обычного подсидела. И когда устанавливал с наступлением холодов обычный подсидел, я осматривал это место, никаких трещин не было. На какой-то неправильный подсидел я тоже не могу угрешить. Знаю свой рост 92 см и то, что у меня размер L рамы, я купил 400 мм подсидел, ну и диаметр у него тоже правильный. Правда, у меня, конечно, штангенцирпуль такой бутафорский, но тем не менее. Вот, посмотрите. Давайте поближе покажу. Заметил я трещину случайно. Когда я приставлял велик для съемок, я испачкался в герметике, которым смазан подсидельный штырь. Ну, думал, может быть, как-то палец попал в эту вот щель. Потом обнаружил немножко оторванную изоленту. Да, теперь про изоленту. Когда менял дроппер на обычный подсидел, я решил не убирать линию управления, и вот она. А просто подмотал черную изоленту, чтобы краска не царапалась, и притянул стяжечкой. Так вот, собственно, из-за этой изоленты я и не заметил трещину. Из-под изоленты торчал только вот маленький хвостик трещины. А вот когда я размотал изоленту, вот что я увидел. И здесь она тоже продолжается. Вот как-то так. В январе вообще особо экстремального ничего не было. Да я вообще катаюсь по лайту в плане прыжков. Я больше люблю в грязи ковыряться или в снегу взрываться. Ну, было пару дропов. Со снегоходки выезжал, она сантиметров на 20 была выше, чем дорога. Ну, может, как-то неудачно на седло приземлился. Но вот что я заметил в ноябре. Сразу прошу прощения за качество видео. Снимал на мобилку. Сразу после заезда, когда велосипед заносишь, подсидел вот так вот скрипит. А на утро такого эффекта нет. Возможно, как-то низкая температура на этот эффект повлияла. Потому что в ноябре в покачах были морозы, но тогда я не придал этому значения. Ну, собственно, что гадать. От брака никто не застрахован. Ребята из Bikesgate признали этот случай гарантийным. Благо, на раму гарантия 3 года. Ну, и я, собственно, никак не разочарован в раме. Я, когда получу новую раму, буду также с удовольствием кататься и получать удовольствие. Ну, сейчас буду разбирать велосипед. Вам это показывать не буду, потому что есть целый пиловист, где я собирал этот велик. Справа под буковкой И вы найдете ссылку на него. Ну, в общем, пока. Лайк и подписка.